Здравствуйте! В своих предыдущих видео я плела колье и серьги в восточном стиле шамаханская царица. И вот мне захотелось в дополнение к этим украшениям сделать колечко. Ну и смотрите, какое колечко я придумала к колье и к серьгам. Оно сделано из тех же материалов. Бусинка 6 мм, беконусы 4 мм. И вот такой вот бронзовый бисер. Номер его 18 549. Номер 10 бисер чешский. Ну и давайте я вам покажу, как это делается. Да, плела я на леске 0,18 мм. Очень тоненькая, хорошая леска. Значит, ниточку можно взять сантиметров 40-50. Ну и так, давайте приступим. Набираем 6 беконусов через бисерину. 6 беконусов через бисеринку. И это дело мы берем в колечко. Кто уж как больше привык, или сразу узелочек завязывать, или пройти по второму разу. Я вот пройду здесь по второму разу, потому что лесочка очень тоненькая и хорошо позволяет это делать. И не надо мучиться с завязыванием узла. Все очень легко. И когда мы соединяем две нитки, и вот здесь очень простенько завязываем узелочек. Смотрите, раз, и нет у нас никаких неприятностей. Значит, здесь мы обрезаем. Проходим немножечко вперед, так, чтобы наша иголка вышла из биконуса. Из биконуса. Так, ну а ниточку мы здесь можем немножечко подпылить. Так, и смотрите, что мы делаем дальше. Вот у нас ниточка вышла из биконуса. Мы набираем 4 бисерины. Раз, два, три, четыре. И заходим в этот биконус с обратной стороны. И проходим сразу в следующий биконус. Вот так. Вот у нас такая дуга получилась. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы набираем 3 бисерины. Раз, два, три. И заходим в бисерину, ближайшую к этому биконусу, из которого нитка выходит. И проходим в биконус, не заходя в бисерину между биконусами. Потом в следующую бисерину и в следующий биконус. Ну, можно не сразу, а по частям. И в следующий биконус. Нитка выходит из биконуса, не из бисерины. И дальше делаем все то же самое. Набираем 3 бисерины. Раз, два, три. Заходим в бисерину, ближайшую к биконусу, из которого выходит нитка. Проходим сразу в биконус. Потом проходим в бисерину и в следующий биконус. Ну, и так до конца. Ну, и вот, смотрите, нам осталось сделать дугу над последним биконусом. У нас, смотрите, от этих дуг есть первая бисеринка и последняя. Поэтому мы заходим, смотрите, вот сюда, в эту бисеринку. Набираем 2 бисеринки. Раз, два. И заходим вот в эту бисеринку. То есть вот у нас круг замкнулся. Теперь мы должны вставить нашу бусинку. Смотрите, что мы делаем дальше. Вот у нас круг замкнулся. Мы заходим в биконус вот сюда. И у нас теперь уже полностью действительно замкнулся круг. Вот, смотрите, наша ниточка выходит из вот этой бисеринки. Мы берем нашу бусинку и такую точно бисеринку находим на противоположной стороне. То есть, где наша бисеринка. Вот она. Вот. И заходим в нее. Вот, смотрите, наша бусинка сюда встала. Теперь я делала вот так. Я проходила круг по биконусам до того места, где у нас пришивалась бусинка. Вот сюда в биконус. Нитка выходит из биконуса. Заходим опять в ту бисерину, вот в эту, которая стоит поперек. И из нее заходим опять в бусинку нашу. То есть так два раза прошиваем. Заходим в бусинку. Выходим на противоположной стороне. И заходим опять в эту бисерину, из которой у нас ниточка уже выходила. И дальше мы должны пройти вот так через биконус. Выйти в дугу. Ну, без разницы, в какую вы захотите сторону. В эту сторону или сюда. Давайте пойдем в эту сторону. Ну и вот мы пойдем по кругу, стянем наше колечко. Из вот этих бисерин вокруг бусинки. Вот, смотрите, мы хорошенечко стянем. И что мы делаем дальше? Между двумя бисеринами, которые находятся над биконусом, я вставила по одной бисерине. Сделала такие, как бы, ну, ушки-не ушки, но такие, как корону. Вот так. 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 Ну и вот мы вставили последнюю бесединочку нашу. И выходим мы опять вот сюда, в бисеринку, которая стоит вот здесь поперёк, из которых мы начинали плести наши дуги. Выходим сюда вниз. И смотрите, у нас вот здесь сверху получилось вот такой вот шестиугольничек. Из круга мы сделали вот такой вот шестиугольничек. Ну и теперь мы, смотрите, заходим, можем пройти через биконус и выйти в бисерину, которая стоит между биконусами. Вот сюда. Теперь из каждой бисерины мы набираем над каждым биконусом по пять бисерин. Делаем такие дуги опять. Три, четыре, пять. Так, заходим в следующую бисериночку. Последнюю шестую дугу, пять бисерин. Вот заходим оттуда, откуда у нас начиналась дуга, вот в эту бисериночку. И проходим, смотрите, по этой дуге вот сюда, в третью бисеринку, то есть в центральную. У нас, в принципе, если может кому-то понравиться, можно сделать и вот такое колечко. Я когда плела, я засомневалась, оставить так или стянуть, сделать объем. Ну, вот смотрите, в принципе, сама достаточно уже вот такое, вот такое колечко. Но я вам покажу, как сделать объем. То есть мы набираем теперь, смотрите, между каждой центральной бисеринкой набираем по четыре бисерины. Раз, два, три, четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот смотрите, закрываю последнюю дугу нашу и получаем мы вот такое вот объемное колечко. Видите, все достаточно просто. Теперь смотрите, чтобы дальше как-то нам не держать постоянно, я пройду немножечко сейчас вперед. И вот здесь немножко завяжу, чтобы уже не поддерживать мне пальцами. Вот так, прохожу под леску и завязываю узелочек. Ну, и вот наше такое колечко получилось. Объемное. Теперь смотрите, как я делала дугу. Не дугу, а ободочек. Вот эти четыре бисерины, которые находятся между биконусами. Заходим в первую. И набираем. Раз, два, три. Раз, два. И еще раз, два, три. Вот. Итого восемь бисерин. И смотрите, я захожу Вот так, в эти две бисерины, которые центральные. И прохожу Вот сюда В три Бисерины И еще две бисерины Вот такой будет у нас убыстренный вид. Набираем. Раз, два, три. Раз, два. И еще раз, два, три. Каждый раз по восемь бисерин. Заходим в эти две бисерины. Но ободок мы много раз вязали, просто вязали его не на три по стороне, а на два. То есть мы набирали шесть бисерин, а здесь набираем восемь. То есть проходим в три и в две центральные. Ну и таким образом набираем до нужной нам длины. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот будем считать, что это наша длина. Заходим. Смотрите, я прохожу вот эти три бисерины. Набираем. Раз, два, три бисеринки. И заходим. Смотрите, вот напротив нашего начала нашего ободочка. Вот эти четыре бисерины. Я захожу вот в эти две, которые центральные из четырех. Набираю следующие три бисерины. Раз, два, три. И захожу вот в эти две. На дуге. Ну и вот мы с вами связали колечко. Теперь смотрите, что я делала дальше. Я дальше вставляла между каждым звеном вот здесь в ободке по бисеринке. И я хотела вас предупредить вот в чем. Когда мы вставляем вот здесь по бисеринке, вот в эти промежутки, видите, то размер нашей дужки увеличивается, ну и как бы, наверное, на целое звено, если не на больше. То есть вяжите, если вы будете вот так вставлять, как я, здесь бисеринки, то вяжите ободочек чуть-чуть меньшего размера. Тогда, когда вы вот эти вот бисериночки сейчас вставите, распрямляется вот эта дуга и становится великоватой даже, если вы свяжете сразу по размеру. Вот смотрите. Заходим сюда в душе, в само кольцо, набираем бисеринку и идем в обратном направлении. И смотрите, насколько увеличился размер нашего кольца. Ну вот и все. Ну и где-то вы заходите и прячете нитку. Хотите, прячете ее в ободочке, сюда возвращаетесь. Хотите, в самом кольце где-нибудь. Давайте опустимся вниз в ободочек. Ну и вот здесь прячем ниточку нашу. Ну вот смотрите, какое колечко мы с вами сплели. Очень такое быстренькое, достаточно симпатичное, объемное, с шестиугольным ободочком вот здесь вот. Ну, мне кажется, очень неплохо смотрится. Ну, а я желаю вам всем приятного рукоделия. Будьте здоровы, всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok